Масштабы инвестиций в государство в последние годы были категорически недостаточны. Десятки разных приоритетов, практически не было фокуса. Результат получения технологий, он нелинейно связан с инвестициям. В целом бизнесу, мочь стать инновационным, это гораздо более сложная задача. Она упирается во все наши общеэкономические вопросы, такие как деловой климат, стоимость денег. Ориентация на наши, монополии, институциональные, неинституциональные, любые, это тупиковый, абсолютно путь. Это два различных путьа. Надо также определить успех. Собирать что-то, что люди не хотят, это ассайд-эффект для этого, в действительности, в действительности, в действительности. Нужна защищенность предпринимателя. И это очень серьезная проблема. Как вы видите, определение роли компании-лидеров, понятный дизайн, доведение ресурсов поддержки, это очень большая ответственность. Сомнений по поводу ответственности и обязанностей не возникало. Кому будут принадлежать результаты? Это шанс. Но ответственность, я понимаю, очень четко. Ответственность должна вместе с собой содержать и компетенции, полномочия какие-то, и ресурсы, главное. Не приводит ли это к структурной монополии? Для нас очень важно максимально открытая, конкурентная среда на тех рынках, на которых мы оперируем. Если мы не соберем это в единую, условно говоря, кооперацию, мы не сможем реально ни с кем конкурировать. На ради этого нужно снимать огромное количество барьеров. Как раз институты развития должны тем помощникам, предпринимателям, компаниям, чтобы дать ему недостающие компетенции. Мы не во всем сходимся. Мы начали разговаривать об этом. Есть шанс, чтобы придем к общей позиции. Мы все сделали ставку на технологическое лидерство. Теперь все зависит от нас. Продолжение следует...